МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Беларуси 21-я газина на Белсате объекты. Головные новины дня. Беларусь мае перше золото на европейских гульнях. Спортовые импрези розных дисциплинов, что проходят в Менску до конца шервеня. Акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович заняли первое место в балансовых практикованьях. Так само три девчат завоевала бронзу в динамичных практикованьях. Бронзу в динамичных практикованьях смешанных паров отримали и беларусы Артур Беляков и Вольга Мельник. А беларуские лучницы Карина Дяминская, Карина Козловская и Ганна Марусова завоевали сребро. Бокс, баскетбол, боротьба и теннис – Менск прямая атлета узрозных краинах. Але с пустыми трибунами. И навод церемонию открытия по телевизору глядзел только один из шести опытанных нами беларусов. Стритбол, баскетбол три на три. Смотрю с удовольствием стрельбу из лука. Но борьбу не очень. Все понравилось. И как зажигали огонь, все нравится мне. Верим, сподобалась. Сподобалась массовость. Яркие костюмы. А поглядеть было, что под золотой папараць-кветкой у музычно-театральной часцы церемонии организаторы скорыстали саправды народные и историчные символы Беларуси. И расписные куфры, и купальские венки, и вышиванки узгадали навод Великое Князство Литовское. Традиционные народные песни у сучасной опрацовцы и классику беларусской музыки У эпизодзе «Купалле» глядачам представили Петр Ялфимов и Алена Ланская. На этом фоне компьютерные буслы выглядали слабее за живую участку импрезы. Показали и головного глядача открытия. Александр Лукашенко! На открытие Еврогульня не приехали ни президент Украины, ни керавник Азербайджану. Были лидер Молдовы Игорь Дадон и Сербии. Правда, Александр Вучиш не пришел на церемонию открытия, бо там был стяг Косова. На подшестных месяцах побач с Лукашенком сидели керавник Чашни Рамзан Кадыров и российский премьер Дмитрий Медведев. Принять у гостя Путина Лукашенко спадеется на закрытие Еврогульня. У гонор приезду Медведева в фан-зоне европейских гульняв отбылся пикет. Активисты вышли с плакатами «Отчапитесь от нас со своей интеграцией». Сейчас идут некие так называемые интеграционные процессы, а на самом деле это задача интересов нашей страны. Мы не хотим объединения с Россией. Усих троих жорстко затримали и вывезли за город люди у цивильным. Не быто працавники европейских гульняв, али на самом речь милицианты. Когда они переговаривались по рации с неким генералом, я могу только предполагать, что это был за генерал, то была озвучена такая команда, что отвезите подальше и выкиньте. Милиции да людей у цивильным теперь у Менску шмат, а мягчимостью проехать меньше. У понеделок и оторок перекрылись шмат в улице у центра, как провести роверные гонки. Не все минчуки этим задоволены. Сегодня, например, мы опоздали на занятия в бассейн с маленьким ребенком. Я каждый день, я, скорее всего, завтра и позавтра, завтра придется ехать на работу, опоздаю на работу. На метро ездим, так что все нормально. Нет возможности проехать, например, даже элементарно кратуша. Сегодня нужно было подъехать в компанию, расторгнуть договор. От мыслова до европейских гульня в Беларусь увела безвизовый режим для грамадянов 98-ми краинов. Ярослав Стешик, Белсад. Наступные европейские гульни отбудутся в Евразвязе. Господаром спортовой импрезы в 2023 году станет один з найпрыгажейших польских городов – Кракоу. Тому варто наведать Олимпийский центр популяризации Польши, який урочисто открыли у Менску Польский институт и амбассады Республики Польши в нашей краине. Дорогие белорусские сябры. Паяки и белорусы – это на самом речи соседей, которых велими шмат речи объединяет. И слова великой поддержки. Олимпийский промо-центр Польши запрашивает всех охватных с тягом ближайшего тыдня на вероць у доме музея Иваньковича у разностайной импрезы. У программе сустреча со спортовцами, яких приехало у Менск полторы сотни, амбассадор Раець обовязково наведать фото в уставу, что показывает Польшу с разных боков, а так само послухать живую музыку да поглядеть выступы фольклорных коллективов. А пошний самолет из Москвы у Тбилиси вылететь у вечера из 7-го липеня. Владимир Путин своим указом целком скасовывая авиазлучение с Грузией. Конечно, люди должны решать сами, но с другой стороны, когда обижают твою страну, тоже обидно. Я понимаю, что это всего лишь политика, но промолчать президент не мог, это тоже понятно. Указ Путина официально уведены в метах гарантования национальной безопасности Российской Федерации да обороны грамадзян РФ от злочинных да и инших супрацправных деяннях. Причина громадские хвалявания, что днями охапили шарах грузинских городов. Праспровокацийно поводены депутаты Российской Думы Сергея Гаурылова. Грузия выходит у топ-15 самых запотрабованных сирот-россейцев керунков. Тя первый аэрофлот выконвает у ды 14 рейсов на тыдень. Поводля асоциации тур-оператору России Тяперу Грузии состоится не меньше как 10 тысяч российских туристов. По поводу событий, ну мы как-то вообще их на себе никак не почувствовали. Мы только от родственников узнали по переписке, что здесь что-то происходит. А в целом какого-то негатива вообще абсолютно нет. У них, как мне показалось, очень хорошее отношение к нам. Очень дружеское. Я думаю, что это чисто какая-то политика просто работает на всех. Ну и все. Ну на какое-то время это закроет, потом откроет. Кто не полетит с самолетами, поедет на машину. Вот и все. Однако Сеня стала вядома еще про одну пирожкоду. С 8-го липень российский Минтранс забронил и полеты грузинских авиакомпаниях у Россию. Шматлики журналисты называют опошние деяния российских уладов политичным тиском. На этот раз даже не на правительство Грузии. Потому что правительство Грузии, оно ведет себя очень тихо, смирно до сих пор по отношению к России. Оказывается, давление на народ Грузии, на людей, которые составляются на улицах. На людей, которые протестуют против напрямую предательства грузинских властей. Учасье массовых протестов, яке протягиваются с 20-го червеня, у вынику сутычек с полицией потерпели больше, как 200 человек. Некальки митинговца у тяжким станя. Звесток про потерпелых гражданам россиянияма. Дмитрий Явалия не подкресливая, что протесты есть выключено унутренной справой Грузии, дыскерованная не супраць россиять ей гражданам, а супраць зейням мясцового ураду. Причим 90% незадоволенных – молодь. Ничего, Путин и его правительство с гражданами Грузии, которые выходят на улицу, ничего он с ними не сделает. То есть он ничего им не сможет навязать свою волю. То есть, скорее всего, правительство Грузии не переживет этот кризис, но все остальное останется на своем месте. Однако транспортовые дочинения помеж Грузии и дыроссии и Бакуль докладно застанутся складанными. Тых российцев, яке не поспеют вылететь до дому до 8-го липеня, будут вывозить праз аэропорты полночной Осетии ды Армении. Застаются и иншие варианты. У интернете уже жартуют на конт шмат векторности компании Белавя. Степан Светлоу, Белсад. С початком сезону от пачинка на природе, колька сметти у лесах и городских парках резко взрастает. Ну что, вот так мы кожную ранницу сбираем в бутыльки. Я перед всем, конечно, беру шкло, бо коль оно после разбивается на шмат горш и пораниться можно, ну и в оголе. А не, пластыка так само хапаю. Марина Вашкевич живе неподалекой костежке Михалова, а маль что дня она приходит сюды с собаком и с торбой, у якой сбирая сметти. Девчина три месяца тому переехала у Менск из Варшавы и была неприемна здивленная поводзинами не каторых Менчуков. Мое, это не только моя кватера, мой подъезд, а мое, это и район, у которым я живу, и город, у которым я живу. А в Европе это понятие своего, и оно моцно поширенное, чем у нас. Бо у нас, саправды, вышел за кватеру свою и далей уже не турбуе меня, что там. Пилные бутыльки упаковки спад чипса убитое шкло. Гэтак теперь выглядая эко стежка Михалова. В смете не только псуе, а гульный выгляд зеленой зоны, а лей может быть небеспечным для живел и птушек. Обидно, конечно, когда приходят компании на мусор, а ты не убирай вообще ничего. Замечания делаем, но не все реагируют. Либо неадекватно реагируют. Люди вроде отдыхают, порядочно, культурно, но у них столько мусора остается ужасно. Хотя до мусорки буквально пять шагов. Людям надо платить, будь то за это, за убирание мусора, за что-то иное и штрафовать, как в Сингапуре. Поводли кодексу об администрационных правопорушениях за покидание смети у леса обо уинших зеленых зонах продугледжены штраф по мерам до 510 белорусских рублев. Лесхозы по стране очень активно используют видеонаблюдение, используют видеокамеры. Бывали случаи, когда нарушитель еще, что называется, уехать не успевал с места, где он оставил что-то, что нельзя там бросать. Прыгатым спаливать смети кепско для новокольного осяродя. Экола герает максимально сортовать откиды. У Беларуси переопрацовывается папера, пластык, алюминиевые бляшаны и посудины, дышкло. Настака Ханович, Белсад. Это одна из памятных и знаковых дат для истории Беларуси и региону, и всей Усходной Европы. Але мы мусим ведать, что у Беларуси это была еще и трагичная дата, связанная с опошней хвалей депортации. 19-21 червеня отбывалась хваля депортации тех, кто был неугодный советской уладе, якая сюда пришла. У нас задача была показать, что сама война началась задолго до этого числа. Люди к этому готовились, по крайней мере, пограничники тоже. Мирное население помогало. И вот мы показываем вот это. Не сами бои героические, а жизнь простых людей в преддверии войны. Сколько длилась оборона? Вот как эти люди держались? Это необыкновенно. Все лета без уручения премии, однако с мемориальной импрезой. На малой родзиме Василя Быкова увезцы бычки отбывся день памяти выбитного беларускага письменника. Василь Быков памер ровно 16 годов тому, 22 червеня 2003 года. Кожный год уже на полноболь за полтора десятки годов в другой полове червеня мы сбираемся тут. Люди, для яких ценная память про Василя Быкова, его творчество, его грамадянский и политичный член. Сбираемся как бы дать данину памяти этому волоту беларуской земли. Шануем и любим Василя Быкова, его творы, его творчество, тому как бы отдали данину, его творчество, его память. Приехали сюда. Мы прахинники творчества Василя Быкова. Мы лечим, что этот человек шма зарабил для нашей краины, как она стала незалежной. И он заправданный беларусь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok